Охотник Семён Намаконов объявил фашистам Дань Тулугуй беспощадную войну. Он выиграл все снайперские дуэли и выжил под ураганным артиллерийским и минометным огнём, направленным исключительно против него. Ему шёл 1941 год, когда началась война. Семён Данилыч Намаконов из Читинской области был зачислен в эвакохозяйственный взвод 348-го стрелкового полка. В красноармейской книжке он значился как малограмотный плотник. Также имелась запись о его национальности – Тунгус Хамниган. За спиной осталась непростая жизнь. С семи лет он уже не расставался с ружьём. С 1919 года он, женившись, жил в берестяном чуме на берегу реки Урульги. Зарабатывал на хлеб охотой, растил шестерых детей. Но чёрная рука беды забралась в его дом. От скарлатины умерли его четверо сыновей и дочь. Не пережив горя, скончалась жена. Выжил только сын Володька. За ребёнком нужен был присмотр, поэтому Семён женился вторично на одинокой девице Марфи, которая настояла на оседлом образе жизни в коммуне «Заря новой жизни». Так он стал плотником в таёжном селении Нижний Стан, откуда был мобилизован Шилкинским райвоенкоматом на войну. Служба с самого начала не заладилась. Тунгуса, который не всегда понимал приказы, никто не хотел брать в бой. Именно поэтому он был зачислен на полевую кухню. Однако его прогнал и повар, так как он неправильно резал хлеб. Вскоре Намаконов получил взыскание от начальства за то, что путал. Размеры при упаковке обмундирования. В начале августа 1941 года во время бомбардировки он был ранен. Впрочем, через несколько дней Семён Данилыч уже был на ногах, правда, очень плохо слышал. Главный хирург направил негеройского вида и венка из Сибири на изготовление костылей, а сослуживцы извительно бросали ему в лицо, что по-русски он понимает только команду, на обед. События в эти дни развивались стремительно, и вскоре был прорван фронт. Госпиталь, которому был прикомандирован Намаконов, оказался в тылу врага. Почти все солдаты из обоза погибли, оставшиеся отправились на запад, в поисках немцев, чтобы сдаться в плен. Настроение было подавленным, лишь Намаконов, опытный охотник, не поддался. Паники и без труда нашёл дорогу к своим. На этом участке Северо-Западного фронта, где отчаянно сражалась советская 11-я армия, всех солдат и командиров, которые вышли из окружения, сразу же зачисляли в части вновь сформированной 34-я армия. Новые подразделения получали приказ любой ценой задержать стремительное наступление фашистов на участке юго-восточнее Старой Руссы. В эти дни в красноармейской книжке Намаконова появилась запись, что он вооружён тульской винтовкой номер 2753. Это была новенькая трехлинейка Мосина, которую Тунгус подобрал в лесу. 16 августа 1941 года подразделение сержанта Смирнова, которому попал боец Намаконов, вступило в свой первый бой. Атаку фашистской пехоты отбили легко. Выбрав удачную позицию за развороченными пнями, Тунгус легко положил несколько немецких солдат. Враг после первых потерь сразу же отступил. Однако вскоре появились тяжёлые танки. Из подразделения спаслись только двое Тунгус и сержант. Впрочем, на сей раз выходить из окружения не пришлось. Внезапная контратака Красной армии отодвинула линию фронта на запад. И опять маленького человека, каким был Намаконов, отправили на вспомогательную службу в похоронную команду. Так он стал сапёром 529-го стрелкового полка. Однажды в конце сентября 1941 года на Валдайских. В высотах Тунгус, о котором говорили, что он спит на ходу, застрелил восемь немецких разведчиков и тем самым спас раненого командира. На своей трубке, с которой он никогда не расставался, Семён поставил восемь точек. Именно так впоследствии он вёл свою бухгалтерию уничтоженных фашистов. После этого случая он попал в снайперский взвод лейтенанта Ивана Репина. В декабре 1941 года газета Северо-Западного фронта «За родину» сообщила, что Семён Намаконов из-за Байкаля уничтожил 76 фашистов. Впрочем, речь идёт о подтверждённых данных. Дело в том, что снайпер Тунгус был очень скромным человеком. О его первом подвиге на Валдайских высотах, об уничтожении восьми немцев, его расспрашивали с пристрастием, не особо. Веря показаниям маленького скуластого сапера. Это недоверие глубоко запало в его душу. В конце концов, он бил врага не ради отчётности. Поэтому сибирский шаман, так его назвал Репин, предпочитал говорить только о проверенных случаях. Всего, по сведению начальника штаба 695-го стрелкового полка капитан Болдырева, он уничтожил за годы войны 360 гитлеровских солдат. О его меткости знали и фашисты, устраивая настоящую артиллерийскую и минометную охоту на советского снайпера. Впрочем, Намаконов продумывал свои позиции и с точки зрения отхода. Так или иначе, он был ранен девять раз, но так не достался немцам. В послевоенное время Семён Данилыч Намаконов был человеком популярным. О его подвигах публиковали. Статьи в газетах и даже в книгах. Писали ему и простые люди с чувством благодарности. Однажды к нему пришло письмо из Гамбурга. В нем писали о немецкой женщине, которая задавалась вопросом, может, на его трубке была отметка и о смерти моего сына Густава Эрлиха. Молился ли человек со столь большими заслугами о своих жертвах? Когда Намаконову прочитали это, он продиктовал своему сыну ответ, «Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка, и о вашем сыне не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые оказались на мушке. Моей винтовке». И под Ленинградом беспощадно уничтожал фашистских гадов. Если бы своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы их.